Мне смотреть в камеру или нет? Не обязательно. Узнаешь? Да. Наверное, по предыдущим выпускам мы могли подумать, что прогулки по городу будут вестись только с дизайнерами, с дизайнерами, музыкантами, в будущем с какими-нибудь художниками и всем таким прочим. Но нет, это больше часть силы социальный проект. И сегодня мы затронем такой вопрос, который интересует в принципе все мужское студенческое население нашего института. Это армия. Поговорю с человеком, который через эту армию прошел на своих двоих и вернулся в наш институт. Пойдем, пойдем. Пока не убежал, пока не дезертировал. Здорово. А у тебя есть список вопросов, нет, да? Нет, конечно. Так, ну вот он и перед нами, Максим. Ну расскажи, Максим, свою печальную историю последних полутора лет. Что произошло? Ну где-то... Не, держать, да? Нет, нет. Получается, я где-то полтора года назад примерно как раз и отчислился. И полгода я работал официантом. Потому что как бы повестки мне особо не приходили. Потому что призыв еще не начался в то время. А делать мне нечего было. Так получилось, что мне пришла повестка, и мой отец сказал мне, ну сына, пора. Вау! Повестка пришла, ты отправляешься в военкомат, и процесс попадания в армию это как? Ну смотри, ты приходишь в военкомат, вот там ты проходишь... О, нет, слушай, это еще даже... Хорошо, флешбек назад немножко. Очень много медосмотров. Вот на ВИЧ, на СПИД, и еще там ЭКГ, если ты там был у невролога, но это не важно. Вот, ты прошел типа на ВИЧ, на СПИД, если ты чистый, тебя типа берут, все. Вот, ты приезжаешь в этот военкомат, сдаешь анализы, потом анализ на наркотики, который многих удивил. Примерно двое уехали не в армию, а в места не столь отдаленные, вот, ты сдал эти анализы, и потом ты сидишь в распределитель, и ты ждешь своих покупателей. То есть приезжает кто-то из каких-то отдаленных мест, допустим, там, я, мне попался Дальний Восток, приезжает этот офицер и несколько сержантов, и такие, нам вот этих 50 штук запакуйте. Факлайк. Жестко. Если про этих покупателей говорить, то кто там еще, куда покупали людей? Ну, вместе еще приехали из Минусинс какие-то, типа связанные с военной полиции, но туда взяли только одного из Красноярска, он типа какой-то классный был, он годный очень, вот, а потом после того, как нас выкупили, приехали в ММФ в Севастополь. Только проставляют Б3, Б4, это категория годности, вот у меня Б3, вот. А это получается, куда тебя, в пехоту взяли? Да. С Б3? Да, годен с ограничениями, вот. Ну, то есть, типа там, снайперской винтовки тебе не дали пострелять? Вообще да. Дали? Да, это не так. У нас ребята с А1, спортсмены, знаешь, которые у тебя в школе все на пятерки сдавали. Вот. И они тоже попали в этот отстойник, и такие, блин, я вообще-то в спецназ хотел. Вот. Вот ты только сидишь с Б3, да я вообще никуда не хотел. Еще мы здесь нашли абсолютно бессмысленный переход в никуда. Ну вот, ты, в общем, оказался в армии, получается, ты во Владивосток, да, приехал. Что дальше? Нас загнали в Уралы очень быстро, как, не знаешь, как животных каких-то. Реально быстро, быстро, давай. Ну, я опущу тебе слова, которые я слышал там. И мы сели в Уралы, и нас повезли куда-то. Ну, ночь, как бы, мы приехали ночью. Вот. И где-то часов 2-3 ночи было. Нас выгрузили. Мы поднялись на четвертый этаж какой-то, как я потом выяснил, это был казар. Сказали, построитесь две шеренги, очень длинные шеренги, метров 30, наверное. Судармы длинные были. И ставьте сумки перед собой, выкладывайте содержимое. Я не знаю, как будто мы туда какие-нибудь наркотики везем в армию. Зачем? Завез с собой целый блок раковых палочек, который у меня доблестно конфисковал прапор. Он сказал, а ты что, каймал куришь? Я такой, да. Что, на самом деле? Я тебе серьезно, просто забрал у меня блок, и я ничего не смог с этим сделать. Потом мы легли спать, ну то есть мы где-то в 2 приехали, в 4 закончили, и в 6 нас подняли. Тут приехали тувинцы. Эти ребята привезли с поезда 14 ложек. Их спрашивают, а зачем вам ложки, ребята? Ну как бы, те, кто на Дальнем Востоке, разных людей привозят, они уже в курсе, зачем вам ложки. Ну это такой чисто риторический вопрос. Заточки? Именно. Ты еще год мучиться тут будешь. А что там с курсом молодого бойца, я слышал, нужно обязательно проходить вроде. Да, типа, я выяснил уже потом, что у меня было 2 путя на самом-то деле. Меня могли взять в учебную часть, где все гораздо жестче с дисциплиной, с уставом, вот с этим всем. А я попал на Дальний Восток, где мне просто, типа, ну, курс молодого бойца пройдешь в течение месяца, будешь солдатом. Вот я такой, типа, окей, ладно. Вот, все, чем мы занимались, это мы кушали, учили устав, один раз ходили пострелять. Это был последний раз, когда я стрелял. И строевая еще. Да, строевая, я умею ходить строевой. Там кто-то пару раз Советскому Союзу, гляд, присягу дал. Там когда-то давным-давно в части дали деньги на казармы новые. Каркасы-то, конечно, построили, что-то вот там вот так вот помылось, отмылось, непонятно куда-то. Постиралось. Да. И у нас просто стоят голые каркасы, казарм нету, а рассчитано на то, что они есть. И у нас солдат отправляли на полигон. То есть там, где проводят боевые ученики. Да, прям жить. А проблема в том, что на полигоне нет казарм. 15 тысяч людей живут здесь. Теперь это хорошее дерево. Как время в армии течет? То есть, как ты этот год тобой воспринялся? А так как расписание нормированное, и твой каждый день немножко отличается от вчерашнего, у тебя дни сливаются в один длинный. Дома время быстрее идет. Когда ты там сидишь, ты как бы уже ждешь, пока побыстрее это все пройдет. Вот и дни считаешь. Есть приложение специальное на телефон. Там прям по секундам, по минутам. Осенью, наверное, очень красивее. Пал красивее на Винске, блядь. Вот ты же не скажешь маме, что ты живешь в бане. Ну, вот я тебе сейчас буквально описываю строение бунгало. Это деревянный дом с деревянными полками. И там лежат матрасы. И никакого водопровода, канализации. Ничего этого нет. Чтобы ты понимал, я ходил в туалет на улицу целый год. Ну, это да. Это такая интимная подробность. Но я, когда приехал обратно, я удивился фарфоровому другу немножко. И на самый конец советы для людей, которые все-таки попали в армию. Как не попасть в армию, я думаю, советы вы сами у себя в голове придумываете. А вот если вы туда уже попали, вот этот человек вам объяснит, что там нужно делать, чтобы из этой армии уйти. Первое, что я могу посоветовать, это наблюдать за тем, что тебя окружает. Потому что иногда там выпадают возможности, которые вот буквально вот здесь, сейчас. Ты должен это понять и принять решение, что это выгодно. Второе, это в коллективе вести себя как товарищ. То есть никогда не подставлять тех, кто рядом с тобой. Потому что в дальнейшем тебя могут как бы приписать к определенному кругу лиц, и к тебе будут не очень хорошо относиться. Это в твоих интересах. Быть товарищем. И как бы будьте собой на самом-то деле. Не надо бояться, если на вас кто-то начинает морально давить или что-то. Если вы покажете силовую слабость, это мужской коллектив. В этом вся суть. Нужно быть стойким и уметь постоять в себя словесно. Там никто не дерется. Никому, ну, если ты дерешь, тебя посадят. Просто морально отстоять свою точку зрения, что ты что-то в этом мире из себя представляешь. Вот это все, что я могу как бы посоветовать. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok